Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев и я вас приветствую на канале ProSport где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки Я продолжаю серию обучающих видео, посвященные коньковому уходу И сегодня я вам покажу самое важное упражнение, которое должен уметь выполнять каждый лыжник Иначе у вас не будет уверенного однопорного скольжения Погнали! Весь коньковый ход у нас базируется на уверенном однопорном скольжении То есть прокате на одной лыже И это необходимо достигать, то есть этому необходимо учиться каждому лыжнику Иначе наш ход будет достаточно неэффективным То есть трудозатраты у нас большие, но при этом ход у нас неэкономичный получается Поскольку мы выполняем отталкивание, проката нет И начинаем торопиться выполнять уже следующее отталкивание И получается такой замкнутый круг Усилие есть, продвижение минимальное Я называю такой ход пингвина То есть мы идем на двух ногах То есть у нас нет уверенного однопорного скольжения Мы просто перевалимся с ноги на ногу И вроде бы как скользим, но при этом у нас продвижение минимальное Поэтому каждому лыжнику нужно учиться уверенному однопорному скольжению Чтобы это достичь, мы должны научиться переносить вес тела с ноги на ногу Только тогда у вас появится прокат Чтобы прийти к этому упражнению, которое я буду сейчас вам показывать Вы должны изначально поработать на координацию, баланс Ранее я снимал выпуски упражнения самокат Баланс на одной лыжи с отталкиванием руками И научиться выполнять правильное отталкивание ногой То есть поработать полуконьком без палок и с палками Эти выпуски вы найдете на моем канале ранее Сегодня мы будем учиться переносить вес тела с ноги на ногу Это упражнение, как раз таки уверенный прокат базируется на данном аспекте Для выполнения данного упражнения нам понадобится равнинный участок дистанции Где не будет людей, и мы будем спокойно выполнять данное упражнение Палки мы убираем в сторону И сейчас будем работать над тем аспектом То есть переносом веса тела с ноги на ногу Друзья, переходите на наш сайт и присоединяйтесь к нашей команде Вместе с нами вы сможете подготовиться к соревнованиям Или улучшить свою физическую форму Там вы даете информацию к предстоящим тренировочным кемпам Сможете записаться на тренировку И задать все интересующие вопросы по индивидуальному тренировочному плану Который поможет вам правильно и эффективно тренироваться Индивидуальные планы спортсменов выставлены по принципу гибкого и адаптивного планирования Мы тренируем, используя самые удобные технические средства И накопленные за годы спортивные наработки и методики А также обязательно посетите магазин с фирменной экипировкой Свяжитесь с нами, и мы расскажем, в чем наше преимущество Мы можем достичь уверенно однопорного скользления двумя способами Первый способ, он достаточно неэкономичный То есть мы должны мощно толкаться И за счет мощного отталкивания переносить вес тела с ноги на ногу Этот способ неэкономичный И доступен только для спортсменов продвинутого уровня Для спортсменов-любителей такой способ не подходит Поскольку мы не сможем просто-напросто выполнить отталкивание У нас нет столько сил Поэтому мы пойдем по пути наименьшего сопротивления То есть будем работать над подносом стопы к стопе И научимся данному упражнению То есть отработаем перенос веса тела с ноги на ногу За счет подноса стопы к стопе Кстати, я ранее снимал выпуск про постановку опорной ноги в прокат Для понимания общей картинки тоже обязательно посмотрите данный выпуск Он будет вам полезен Теперь переходим к самому упражнению Палки мы убрали в сторону Руки убираем на пояс И сейчас будем работать акцентированно Над правильным отталкиванием ногами И подносом стопы к стопе Руки убрали на пояс Спина максимально прямая Лопатки свели Сделали небольшой прогиб в поясничном отделе То есть слегка плечи наклонили вперед То есть мы не должны идти с сильно прямой спиной И не должны сильно заваливать плечи вперед Если мы сильно выпрямим корпус То у нас не будет устойчивого положения У нас всегда работает система противовесов То есть плечи слегка впереди Таз сзади Если мы сильно наклоним плечи вперед То у нас вес тела идет на переднюю часть стопы И у нас будет срываться отталкивание ногой Поэтому следим за положением Спина прямая, лопатки седины Взгляд вперед Как только вы начинаете опускать взгляд под ноги Вы автоматически То есть непроизвольно Начинаете округлять спину Соответственно Все опять возвращается к ошибке То, что у вас начинает срывать ногу В момент отталкивания Строго контролируем данный момент То есть корпус у нас должен быть максимально стабилен Плечи не должны закручиваться Вперед-назад И должны заваливаться влево-вправо Друзья, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Там вы найдете еще больше обучающего материала И актуальной информации по нашей команде Мы акцентированно работаем над отталкиванием ногами Основной момент Это поднос пятки к пятке То есть мы должны контролировать касание то есть должны прям подносить пятку в пятки и визуально, то есть мы не должны это визуально контролировать, мы должны просто контролировать касание пятки-пятки. Если мы будем контролировать визуально, то у нас будет округляться спина. Вот поэтому основной момент это поднос стопы к стопе. Пятку мы подносим таким образом, чтобы у нас стопы были параллельны. Мы не должны заносить ногу назад и не должны сильно выносить ее вперед. Стараемся поднести прям пятку в пятки, стопы параллельно. Момент подноса мы не должны лыжи спараллеливать, то есть не должны лыжи быть параллельны. То есть мы должны подносить таким образом, чтобы у нас был угол примерно градусов 30 между лыжами. Поскольку у нас лыжа одна едет по диагонали, нам нет смысла подносить вторую лыжу параллельно, потому что мы теряем только амплитуду движения. Мы сразу должны поднести лыжу под тем углом, под которым мы будем выполнять следующее отталкивание, следующее движение, то есть паракат на следующей лыжи. Вот. Момент подноса стопы к стопе мы выполняем небольшую паузу, то есть пауза нам дает время для дальнейшего движения. Дальнейшее движение у нас идет фаза сгибания ноги в коленном суставе, то есть фаза подседания и далее у нас идет фаза отталкивания. Кстати, выпуск про основные фазы конькового хода вы можете найти на youtube канале моем и посмотреть, чтобы вам было понятно из каких фаз выстраивается весь коньковый ход. Все усилие, то есть основное отталкивание у нас идет за счет мышц бедра. Все усилие мы прилагаем со всей стопы. Чтобы выполнять правильное отталкивание со всей стопы, вы должны как бы для себя понять, что вы должны максимально давить в пятку. Если вы не будете, не научитесь толкаться со всей стопы, то скорее всего, вы будете толкаться с передней части стопы, то есть с мыска. Поскольку у нас в жизни это отталкивание выработано, то есть мы при беге и при ходьбе выполняем усилие, то есть отталкивание за счет передней части стопы, то есть за счет мыска. Мы бедром фактически не толкаемся. И здесь срабатывают те же самые алгоритмы. Когда вы встаете на лыжах первый раз, вы начинаете толкаться с мыска. Поэтому обязательно контролируем как раз таки вот этот момент, то есть все усилие прикладываем первоначально в пятку мышцами бедра, то есть как бы все усилие от макушки вниз в пятку. И лишь в конце мы должны обязательно затолкнуться пальцами стопы. Если мы не доталкиваемся пальцами стопы, у нас нога в коленном суставе остается слегка согнутой и непроизвольно она забрасывается назад. Нога забрасывается назад, у нас закручивается тазобедренный сустав и, соответственно, мы теряем за счет этого баланс. Нас начинает просто корпус скручивать. Поэтому строго следим за тем, чтобы у нас все усилие шло мышцами бедра в пятку и в конце мы дотолкнулись пальцами стопы. В окончании отталкивания мы должны постараться оставить стопы в одной плоскости, то есть мы не должны ногу забросить назад. Дотолкнулись и постарались постоять, покатить на другой ноге. После окончания отталкивания у нас идет фаза проката, то есть мы скользим на опорной ноге. И дальше мы выполняем поднос маховой ноги. Поднос маховой ноги у нас должен быть махом, то есть мы не должны выполнять какое-то силовое затянутое движение, мы должны выполнить акцентированный такой мах и поднос максимально близко. То есть мы должны проконтролировать касание пятки-пятки. И вот здесь многие лыжники допускают такую ошибку. Они не могут поднести маховую ногу к опорной, поскольку они зависают в том положении, что у них опорная нога всегда согнута. То есть они скользят в том положении, что у них колено-сустав согнут. И получается тот момент, что маховая нога у нас выпрямилась, и вместо того, чтобы приподняться и выпрямиться на опорной ноге и сделать акцентированный мах, они зависли в этом положении. А поднести согнутую маховую ногу они не могут, поскольку у них банально нет баланса, то есть не хватает проката. И они вот попадают в это положение, что они идут, работают, не поднося стопу к стопе. Поэтому изначально учитесь всегда работать в таком положении, что вы после окончания отталкивания выходите на опорную ногу и разгибаете ее в коленном суставе. Научитесь данному моменту. Если вы научитесь разгибать коленный сустав и скользить фактически на прямой ноге, то у вас будет время и фаза позволит движения выполнить поднос маховой ноге, то есть выполнить касание пятки-пятки для дальнейшего переноса веса тела на другую ногу. Это основной момент, за которым нужно следить при выполнении данного упражнения. Если вы зависите в этом положении, то есть работая на полусогнутых ногах, на согнутых ногах так называемое положение горшка, то эта ошибка у вас будет провоцировать следующую ошибку, то есть вы не сможете переносить вес тела с ноги на ногу. Обратите внимание на еще одну ошибку. Это неполное приведение бедра. То есть мы себя заставляем подносить стопу к стопе, но из-за того, что у нас опорная нога всегда согнута, нам просто-напросто не хватает движения. И мы начинаем компенсировать заносом стопы внутрь, но при этом не приводим бедро к бедру. То есть нам всегда нужно идти и контролировать полное приведение бедра, то есть фактически касание колена коленом. Еще раз давайте пробежим по всем основным аспектам, за которыми нам нужно следить при выполнении данного упражнения. Руки убрали на пояс, корпус максимально собран, лопатки сведены, спина фактически прямая, плечи слегка наклонены вперед, взгляд вперед. Основной момент это поднос стопы к стопе, то есть касание пятки-пятки. Мы должны прям контролировать поднос пятки-пятки и прям бить пяткой в пятку. Опорная нога в момент проката фактически выпрямлена, то есть стараемся скользить на прямой ноге. И основные моменты это контроль отталкивания, основное отталкивание за счет мышц бедра со всей стопы, то есть стараемся давить пятку и в окончании отталкивания доталкиваться пальцами стопы, чтобы у вас толчковая нога после окончания отталкивания выпрямлялась в коленном и глистопном суставе. Если вы научитесь выполнять данные упражнения, то у вас появится уверенный прокат за счет переноса веса тела с ноги на ногу. В принципе на сегодня у меня все. Надеюсь данный выпуск был полезен для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь на них обязательно ответить. Ну а пока тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт.